На рынке продолжается падение. Что мы с вами видим? Мы видим, что рынок сломал наклонный канал. Это то, о чем мы говорили с вами вчера. То, о чем мы говорили с вами позавчера. И то, в принципе, о чем мы говорим с вами последние, наверное, несколько месяцев. Огромное количество видеороликов на моем канале посвящено фундаментальному разбору происходящего, посвящено технической составляющей и так далее. То есть, в принципе, с ноября месяца мы уже говорим о том, что рынок вошел, вот бычий рынок вошел в некую завершающую стадию. По крайней мере, в рамках вот того импульса, который мы с вами наблюдали уже достаточно давно, уже больше года, наверное. Мне интересно задать вам следующий вопрос. А кто из вас использовал вот эту информацию, которую я даю, на практике? Кто сократил риски? Кто, возможно, что-то зашортил и так далее? И так далее. Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях, потому что, ну, мне интересно, вот вы, моя аудитория, вы применяете то, что я вам рассказываю? Или же вы просто, ну, зрители смотрите, а уже принимаете решения на основании каких-то других вводных, других ресурсов и так далее? Поэтому мне очень интересно. Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Также, что еще интересно, так это то, что у меня есть мой авторский телеграм-канал, где я выкладываю свои мысли по рынку, полезную информацию, например, полезные ресурсы, различную аналитику, мнение по рынку. Вот, например, последние статьи, почему проблема с инфляцией уже практически решена. То есть мы видим опережающие индикаторы, которые показывают, что все, как бы рост инфляции закончился. Заметка касательно хэш-фондов, почему хэш-фонды начали активно следить за тем, что вы пишете, делаете в соцсетях и так далее. И что, соответственно, с этим делать. Одна из последних заметок, это такая заметка, как же получить двузначную доходность в ближайшее время, что для этого нужно делать и почему кэш из кинг. Об этом, кстати, огромное количество статей написано в моем телеграм-канале. Вот как раз-таки за последние несколько месяцев, почему кэш из кинг. Поэтому, если все это вам интересно, ссылка на телеграм-канал в описании. Проходите, подписывайтесь. Ну и также это видео вышло благодаря тому, что вот сегодня я написал заметку, что один из топовых секторов на сегодняшний день и, наверное, единственный сектор, который продолжает расти в рамках медвежьего рынка, это энергетический сектор. И тут я задал вам вопрос моим читателям, нужно ли делать видео с обзором того, что мы наблюдаем с вами сейчас на рынке, какие секторы растут, какие идеи существуют, где можно сохранить капитал и так далее. И, как мы видим, на сегодняшний день, вот на сегодняшний момент, точнее, не день, а момент, 79 человек проголосовало за и всего лишь два против. Поэтому, раз большая часть из вас интересуется моим мнением касательно происходящего на рынке, давайте мы об этом с вами и поговорим. Как же посмотреть лидеров и аутсайдеров сегодняшнего рынка? Достаточно просто, для этого мы используем Finviz, заходим в скринер, убираем совсем уж small cap, ставим капитализацию 2 миллиарда плюс, заходим в performance и смотрим, кто сильнее всего упал за последнюю неделю. Давайте посмотрим графики. Что это за компании? Ну, во-первых, это вот некоторые компании из Китая, это в основном биотехи и технологические компании. То есть, в основном, это те компании, которые касательно будущего, которых большое количество риска. Почему именно эти компании на сегодняшний день попадают под удар? Да, дело в том, что на сегодняшний день растут доходности по долговым инструментам. Сейчас я вот найду Treasuries. То есть, мы видим, как Treasuries падают у облигаций и доходности обратная взаимосвязь. Ну, так вот, специфика формирования цены на долговые инструменты, то есть, 100% обратная корреляция. Но там, на самом деле, дело не в корреляции, а дело просто в расчете стоимости. То есть, мы видим, как доходности растут, банды у нас падают. И, соответственно, раз у нас растут доходности, это значит то, что у нас растут ставки дисконтирования. А компании, которые на сегодняшний день сжигают деньги, а большинство биотехов и техов, это компании, которые сжгут деньги и обещают вам через 10 лет заработать очень-очень много. И, в общем-то, основной вклад в их текущую капитализацию как раз-таки имеют будущие прибыли. То есть, прибыли, которые они ожидают заработать там через 7 лет, через 10 лет и так далее. Поэтому, вот с ростом доходности очень сильно растут ставки дисконтирования и, соответственно, вот этот вклад будущих прибыли, он сильно меньше, становится сильно меньше. То есть, чем ниже ставки, тем, соответственно, вклад будущих прибыли больше. То есть, это то, почему большинство биотехов, техов, там, щит компаний и компаний, которые ничего не приносят, росло очень сильно там после коронакризиса и так далее. То есть, потому что ставки очень сильно упали, соответственно, оценки пересчитались и стоимость акции взлетела вверх. Сейчас мы видим обратную тенденцию и, в общем-то, эти компании находятся под ударом. Но, справедливости ради, с очень большой вероятностью, рынок несколько оверпрайсит вот этот вот рост доходности. Ну, по крайней мере, с большей вероятностью оверпрайсит рост доходности на долговые инструменты. Поэтому, да, мы находимся в даунтренде в целом по рынку. Да, эти компании очень сильно страдают. Но в ближайшее время, я думаю, что там тоже появятся какие-то возможности. Потому что, еще раз говорю, что вот этот рост доходности в моменте с очень большой вероятностью рынок оверпрайсит. Почему так происходит, рассказывал в последнем Global Macro у себя в клубе Modern Antie. Теперь же давайте поговорим, кто у нас выигрывает на текущем рынке. Идем ровно туда же в Performance и меняем только вкладку, значит, меняем не аутсайдеров, а смотрим лидеров. И что интересно, значит, среди компаний, которые вот, значит, выросли очень сильно, есть такая компания, как Двак. И, справедливости ради, есть такое видео, где я рассказывал про эту компанию. Вот это видео, это называется «Самые легкие деньги на бирже», в общем-то, «Легкие деньги от Трампа». И это видео, то есть там все очень-очень быстро происходило. Это видео я выпускал, когда еще эта компания, Двак, стоила там, что-то около 20 долларов. И после этого там она сходила за 100 и так далее. То есть это идея, которую те, кто смотрит меня, могли этой идеей воспользоваться. И действительно, у меня есть несколько пророческих видео на моем YouTube-канале, и это, в общем-то, одно из них, что это действительно самые, наверное, легкие деньги, которые можно было заработать за очень длительное время. Такие идеи, к сожалению, проскакивают не так часто. Так вот, возвращаясь к тому, кто же у нас является лидером. Вот Blizzard, это компания, которая выкупает, потенциально может выкупить Microsoft. Ну и дальше, если мы с вами посмотрим, то большая часть компаний, которые находятся в списке лидеров, которые имеют достаточно уверенные графики на рост цены, это акции, которые относятся к энергетическому сектору, нефтегазовому преимущественно сектору. То есть мы смотрим практически вот, ну за редким-редким исключением, это вот компании, которые относятся к энергетическому сектору и в частности к нефтегазовому сектору. Но есть, безусловно, несколько компаний, несколько идей, которые выбиваются, то есть не только растет нефтегазовый сектор. Например, вот мы видим, что неплохо выросла такая компания, как Expert. Давайте посмотрим на ее график, то есть мы видим, что действительно график достаточно бычий. То есть внизу у нас остался уровень 40, такой диапазон сейчас 40-50 компания торгуется. Но несмотря на падение рынка, мы видим, что эта компания особо не падает. То есть в целом это говорит о достаточно серьезном спросе на акции данной компании. Поэтому однозначно XPF попадает на сегодняшний день на лист. Потому что мы, когда говорим про текущее падение фондового рынка, мы все-таки говорим про коррекцию, а не обвал. То есть обвал это вот как бы с большой вероятностью какие-то влажные мечты тех, кто там просмотрел, проспал весь аптренд. И вот значит успокаивает себя тем, что вот все сейчас упадет, а я вот молодец, то что ничего не покупал. Два года сидел в кэше и платил, значит терял деньги на инфляцию. Вот, ну скорее всего так. Поэтому если мы говорим все-таки базовый прогноз является то, что на фондовом рынке это не обвал, это не какой-то там катаклизм и так далее. Что это какая-то коррекция, какая она будет мы не знаем. Но так как мы предполагаем, что это коррекция, поэтому компании нужно будет в какой-то точке покупать. И XPF это как раз-таки одна из таких компаний. Но еще раз повторюсь, не только значит нефтегазовый сектор, не только вот компания XPF. Достаточно большое количество компаний, которые в принципе заслуживают внимания. И одной из таких компаний является компания, сейчас хочу ее здесь найти, это компания NTR. Давайте взглянем на ее график. График достаточно такой прямо-таки красивый. То есть мы видим объемы на фоне, реакция от этих объемов вверх. Мы видим уровень, такой тяжелый диапазон, совпадает с уровнем 70. От него отскочили. То есть в принципе даже в моменте компания выглядит очень и очень неплохо для входа в рынок. Но что интересно, что это за компания? Почему эта компания очень интересна? Вот прямо сейчас, несмотря на падение рынка, несмотря на то, что достаточно пессимистичное настроение, эта компания все равно интересна. Давайте коротко пробежимся по тому, что это за компания. Во-первых, это компания, которая производит огромное количество различных удобрений в области сельского хозяйства. То есть чтобы что-то выросло, это нужно вот значит чем-то прикормить. И соответственно вот эта компания этим и занимается. Ну такое достаточно интересное объяснение. Но тем не менее, в общем и целом так и есть. То есть компания производит различные удобрения. Что мы знаем с вами про нынешний год, про прошлый год касательно сельского хозяйства? Мы знаем с вами то, что в целом по миру, сейчас не знаю как вот делать вот так вот, наверное, будет лучше. Мы знаем то, что 2021-2022 год, маркетинговый год, в целом по зерновым в мире, это год дефицитный. То есть в прошлом году мы потребили, как человечество, больше различных зерновых, нежели чем произвели. А это значит, что в этом году с очень большой вероятностью, опять-таки на фоне роста цен, потому что если мы посмотрим с вами на пшеницу, давайте откроем пшеницу, мы посмотрим с вами на сою, если мы посмотрим с вами на другие сельскохозяйственные продукты, то практически везде мы увидим достаточно серьезный рост цен. А это значит, что фермеры в этом году будут склонны произвести больше. Почему? Потому что маржа большая, то есть цены выросли, соответственно на этом, на всем можно заработать очень и очень хорошо. Также, если мы посмотрим на прогнозы по выручке по данной компании, то мы увидим, что в этом году выручка ожидается, что вырастет на 15%, а прибыль на акцию практически на 30%, даже больше, практически на 50%, то есть 6% было на акцию в 2021 году, 8,8% будет, да, практически там на 50%, то есть там на 45-47% и так далее, то есть что-то около того. То есть огромный рост финансовых показателей в этом году, как раз-таки опять-таки по причине роста стоимости на зерновые, и, соответственно, огромный стимул среди фермеров произвести больше в этом году. И, соответственно, чтобы произвести больше, что нужно? Нужны удобрения, в общем-то, которые компания и производит. Что еще мы должны знать, что еще мы знаем про эту компанию? Так это то, что такая компания, как ZAX, в принципе, мы эту компанию также используем у себя в клубе, и ставит этой компании первый ранг, то есть Strong Buy. ZAX достаточно неплохая компания, которая дает, в принципе, неплохое сырье для дальнейшей работы, то есть сырье для не как сырье удобрения, а сырье в качестве каких-то инвестиционных идей. Поэтому первый ранг – это дополнительный фактор, пускай и маленький, но вот в качестве подтверждения, что эта компания действительно интересна. Что еще важно знать про эту компанию? Вот есть такой инструмент, о котором я рассказывал в прошлом году, такое было большое видео, что-то около 40 минут. Сейчас это видео недоступно для просмотра, но, тем не менее, я расскажу про один инструмент из того видео. То видео было посвящено инструментам, как найти ракету, как найти компанию, которая хорошо вырастет. Так вот, одним из инструментов является сезонность. Особенно, если мы эту сезонность понимаем. Значит, где посмотреть это, где использовать данный инструмент, этот инструмент бесплатный, находится он на stockcharts.com и называется, так и называется, инструмент сезоналити. Поэтому загуглите, без труда этот инструмент найдете. Так вот, что мы с вами видим? Мы видим, что эта компания имеет очень уверенный рост в апреле месяца. Почему? Да потому, что в апреле как раз-таки начинается посевная по большинству сельскохозяйственных культур. Соответственно, в этот самый месяц стоимость акций данной компании очень и очень сильно растет. Поэтому, то есть понимая, что как раз-таки мы находимся вот в этом цикле, что компания технически выглядит очень и очень хорошо, в целом, эта компания заслуживает внимания даже прямо сейчас с перспективой удержания до, наверное, конца апреля месяца. О чем я еще хотел бы с вами поговорить, так это в целом, наверное, про китайский рынок. Чем этот рынок интересен? Интересен он тем, что Китай это, наверное, первая крупная страна, единственная крупная страна, крупная экономика на сегодняшний день, которая уже прошла цикл вот этого вот импульса экономического роста после коронакризиса. Они первые вышли и они первые начали программу количественного смещения. То есть они первые начали помогать экономике. Поэтому в целом китайский рынок, вот, конечно, вокруг Китая огромное количество рисков, в первую очередь политических, но тем не менее тот факт, что Китай это первый, кто начал, в общем-то, помогать экономике и там снижать процентные ставки, безусловно, добавляет привлекательности, кроме того, что акции, китайские акции очень дешевы, добавляет привлекательности вот тем инструментам, которые связаны с Китаем. То есть в первую очередь, конечно же, китайским компаниям. И наша с вами коллега Татьяна написала мне, значит, в Телеграм с просьбой, я, в общем-то, прочитав анонс вот этого видео, написала с просьбой рассмотреть компании-девелоперы, китайские девелоперы. То есть что с ними происходит, потому что вот в последнее время мы видим очень и очень неплохой отскок. Давайте взглянем на некоторые из этих компаний и, в общем-то, попробуем понять, а есть ли там какая-то жизнь, какие-то идеи и вообще что с этими компаниями можно сделать. Сразу хочу сказать, что вот список компаний, которые присылала Татьяна, это компании, которые торгуются на Гонконге, и многие брокеры не дают туда выход, но дает такой брокер, как Exante. Exante – это тот брокер, с которым я работаю, с которым работает огромное количество моих клиентов, студентов и так далее. И, в принципе, если вас устраивает данный брокер, вы готовы открыть там счет, то моя партнерская ссылка будет в описании. В общем-то, если вы открываете и пополняете счет по моей партнерской ссылке, то от меня будет огромное количество специальных бонусов, как доступ в клуб, так и какой-то обучающий материал. В общем, если откроете и пополните, то пишите, мы с вами все эти нюансы проговорим. Потому что Exante, еще раз повторюсь, что это тот брокер, который дает доступ, наверное, ко всем рынкам на сегодняшний день, где технически можно получить доступ. То есть Россия, Америка, Гонконг, Европа. И все это, что очень важно, с одного счета. То есть это крайне-крайне удобно для особенно профессиональной работы. Давайте взглянем на несколько компаний. Вот первая компания, что интересно, кто не знал, на Гонконге не тикеры, а именно цифрами тикеры. Первая компания, мы видим серьезный даунтренд и мы видим отскок цен. Следующая компания имеет примерно похожий паттерн. То есть мы видим серьезный даунтренд и, в общем-то, какой-то небольшой отскок цен. Ну и еще одна компания, точно такой же паттерн. Долгие годы во флете и последнее время падает. В принципе, нет никакого смысла обсуждать все эти компании в отдельности, потому что, во-первых, это китайские компании, это не очень крупные компании, по большей своей части по капитализации. Соответственно, смотреть отчеты у таких компаний, у китайских компаний особого смысла нет. Важно понимать общий сантимент, наверное, вокруг этой индустрии, потому что, если вы даже захотите участвовать вот в этой идее, то гораздо более правильно будет сделать какой-то портфель, условно, там 4-5-7 компаний из этой индустрии и просто их купить. Или же поискать ETF. Я не знаю, есть ли ETF на данный сегмент рынка, но, в принципе, если есть, можно пробовать поработать с ним. Если же нет, то, конечно же, пул компании, потому что по отдельности покупать акции, но это та еще лотерея, особенно подобная. Что мы знаем про этот сектор? Давайте с вами попробуем разобраться, стоит ли его покупать, исходя из той информации, которая у нас есть. Во-первых, сектор депрессивный, то есть огромное количество проблем, окончания бычьего тренда на рынке недвижимости, то есть цены перестали расти. Как работали девелоперы? Они, соответственно, брали огромные кредиты, пока росли цены, они легко эти кредиты обслуживали, но как только, соответственно, цены перестали расти, все они получили огромное количество финансовых проблем, потому что они просто-напросто не могут обслуживать свои кредиты. Именно поэтому графики у этих компаний плюс-минус одинаковые, то есть их просто-напросто сливают. То есть за прошлый год они попадали кратно, То есть там в разы. Вот. Стоит ли покупать эти компании? Единственным фактором, бычим на сегодняшний день, это является как раз таки изменение вот этой вот риторики Центрального банка Китая, что Центральный банк Китая все-таки решился как-то экономике помогать. То есть сократили ставки по резервам, по-моему упала ключевая процентная ставка, ну и так далее. И в принципе они декларировали, что они готовы помогать экономике, готовы предоставлять ликвидность и так далее. Вот наверное это единственный такой бычий фактор, ну и плюс конечно же нужно понимать, что лучший риск реворда как раз таки в таких ситуациях. То есть когда огромное количество негатива и в принципе там и шартистов очень много и так далее. И в принципе любой позитив в данном случае может привести там к кратному всплеску цен. То есть там допустим вот даже конкретная компания с технической точки зрения там легко может сходить на 6 долларов буквально там за несколько дней. Поэтому да, с технической точки зрения мы видим предпосылки этого импульса, мы видим предпосылки с точки зрения фундамента. То, что Китай все-таки во-первых имеет рычаги, имеет возможности и начал эти рычаги использовать для того, чтобы поддерживать экономику. Огромное количество негатива вокруг этих компаний. И в принципе да, эта идея действительно заслуживает внимания, но не как инвестиционная идея. Я бы точно не рекомендовал держать такие компании в долгу, а как скорее некая спекулятивная идея, где можно по-быстрому получить очень и очень большой возврат на инвестированный капитал. Но повторюсь, речь не идет про какую-то одну компанию. Речь идет в целом как некая идея, как пул компании. И соответственно, если вы решаетесь использовать, то очень короткий горизонт, очень жесткие риски. То есть как только цена начинает разворачиваться, вновь идти вниз, лучше из этой позиции сразу выходить, а не пытаться как-то передержать вот это вот снижение. Потому что куда они могут упасть, да они все в принципе могут там дефолтнуть на раз-два или там произвести какую-то реструктуризацию, где соответственно поменяются собственники, а нынешние акционеры просто пойдут нафиг и так далее. Вот, поэтому такие мысли касательно китайского сектора девелоперов. Ну и в конце, ребята, хочу сделать коротенькое объявление. В конце этого месяца я проведу семинар по комплексной оценке компаний. Этот семинар будет закрытый, он не будет публичный, но он бесплатный. И на этом семинаре я расскажу про техники, про стратегии, которые я использую в своей работе для оценки конкретных компаний. Попасть на этот семинар очень просто. В описании к этому видео вы найдете телеграм-бот, который называется Михаилец Эдукейшн, и вам достаточно на этот бот подписаться. И всю информацию касательно данного семинара, дата, время и другие подробности я, в общем-то, пришлю вам через этот бот. Еще раз повторюсь, точную дату и время я пока что не знаю, но ориентир 30 числа января. Поэтому, если вам интересно попасть на данный семинар, ссылочка будет в описании, подписывайтесь, и будем с вами на связи. Ну а на этом у меня все. Такие мысли были по рынку, я надеюсь, вам понравилось. Если так, лайки, подписка на канал, если вдруг не подписались, на телеграм-канал. И увидимся в следующих видео. Спасибо за внимание, с вами был Андрей Михаилец. Пока-пока.